Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарий. Президент Санду провела в понедельник онлайн-встречу с послами стран-членов Евросоюза, аккредитованными в Кишиневе. Обсуждение было сосредоточено в частности на напряженной ситуации в регионе, возможном развитии кризиса, ссылкой на пресс-службу главы государства, сообщает Молтпресс. В ходе обсуждения также были затронуты текущие проблемы, состоящие перед нашей страной. Энергетический кризис и пандемия, косвенная ситуация в экономическом секторе и рост цен. Майя Санду подчеркнула, что одной из главных забот власти является поиск решений для помощи нуждающимся. При этом глава государства подтвердила решимость правительственной команды продолжать начатые реформы, особенно в экономической и судебной сферах. Как заявила Санду, в приоритете – жизнебезопасность граждан, а также солидарность Молдовы с Украиной. С таким заявлением президент обратилась к послам государств-членов ЕС в нашей стране в контексте напряженной ситуации на границе Украины и России, сообщает Республика МД. Как сообщалось ранее, в понедельник она выступила с призывом к гражданам оставаться сплоченными и солидарными. Глава государства сообщила, что правительство и парламент уже рассмотрели возможные сценарии в случае эскалации ситуации в Украине, а также связанные с этим риски. Санду заверила, что уполномоченные ведомства готовы вмешаться, чтобы не подвергать опасности жизни и благосостояния граждан. В свою очередь Гаврилица заявила, что возможное нападение Российской Федерации на Украину из Приднестровского региона стало бы совершенно из ряда вон выходящим сценарием, который молдавские власти считают маловероятным. Об этом сообщила премьер-министр на фоне все более тревожных новостей, поступающих из Украины, передает ЕПН МД. Глава молдавского правительства говорит, что на случай эскалации конфликта Молдова договорилась с внешними партнерами о получении гражданской финансовой помощи. Премьер Гаврилица отмечает, что власти с озабоченностью следят за разногласиями между эров и Украиной, а Кишинев настаивает на использовании всех возможных диппутей в рамках сценария мирного урегулирования конфликта. Глава Кабмина поясняет, что военный конфликт по соседству с Молдовой означал бы задержку в проведении реформ, обещанных нынешними властями страны. Мы твердо верим, что нам нужны мир и стабильность в регионе для того, чтобы мы могли сосредоточиться на внутренних реформах, на повышении благосостояния наших граждан. По мере возможности мы содействуем политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. У нас имеется несколько гипотетических сценариев. В зависимости от развития событий определены риски, проведенные оценки и анализ. Мы готовы к нескольким сценариям, но они являются гипотетическим. Правительство будет реагировать в зависимости от развития событий, стремясь снизить риски, рассказала Гаврилица в эфире передачи «Инпрофуззим» на телеканале «Противи Чесинао». Премьер-министр Гаврилица говорит, что нападение на Украину российских вооруженных сил, незаконно дисцелоцированных в Приднестровском регионе, не является правдоподобным сценарием. По словам главы Кабмина, пока что развитие событий на левом берегу Днестра, не говорит о наличии таких намерений. Это стало бы очень опасным сценарием. Республика является нейтральной страной. Мы готовы участвовать в дискуссиях, в переговорах, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе. Мы не ожидаем такого сценария. Для полной ясности скажу, такая вероятность по итогам анализа низка. Мы не наблюдаем шагов, которые вынудили бы нас поверить в такой сценарий. Повторяю, мы нейтральная страна. У нас имеется замороженный конфликт. Размораживание конфликта было бы из ряда. Вон выходящим сценарием. И это была бы иного рода дискуссия на международном уровне. Мы действуем в качестве нейтрального государства. У нас очень активная внешняя дипломатия. Мы обсудили тему с внешними партнерами, в том числе и возможность получения гражданской помощи. При возникновении рисков мы сможем обратиться за инструментами гражданской защиты. Мы сможем обратиться за финансовой помощью, сказала Гаврилица. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!